Торговый центр Если даже посмотреть невооруженным глазом на публичную кадастровую карту, то видно, что земельный участок, который отведен под строительство торговых рядов, и само здание, оно темным цветом, оно выходит за пределы этого участка. И вот если посмотреть на сколько, то это примерно 5 метров однозначно. Здание торгового центра 2009 года постройки. Его площадь чуть меньше 7 тысяч квадратных метров. Но по словам правозащитника, на деле эта цифра больше. Поэтому и проход для пассажиров уже. Как альтернатива людям предлагается пройти через торговый центр, что не всегда удобно, например, людям с колясками, с велосипедами. Сзади, видим, территория огорожена. И мы имеем, что у нас одна часть города фактически отсечена от другой частой собственности. Да и пейзаж вокруг станции Одинцова тоже не радует ни гостей, ни жителей города. А вот грызуны, в отличие от людей, здесь прекрасно себя чувствуют. Утром, когда идешь на работу, количество крыс, вот честно, бывает очень неприятно. То есть прелесть хвостатая не восторгает. То, что у нас вот под этим вот закутком сделали общественный туалет, зимой еще ничего. А летом в жару, ну, это все вот свалки, мусорки. Вот эти ворота. Непонятно, зачем они стоят здесь уже очень долгое время. Уже больше 12-13 лет они здесь стоят. Непонятно, зачем парковку ограждают. Зачем? Никто не проедет, ничто не случится. Здесь колясочникам очень неудобно, очень некомфортно проходить через узкие двери торгового центра. По осени, по весне здесь такая лужа. Никто это не убирает, поддон бросит. Люди через поддон падают, скользко. В общем, ну, не ухаживают за мостом. Я бы хотела, чтобы наш родной город все-таки, знаете, был стандартом и образцом. Это первое. Во-вторых, ну, как бы для жителей, чтобы было удобно. Но в подмосковном филиале РЖД проблемы как будто не замечают. В ответ на запрос нашей редакции сообщили. Платформы, здания вокзала, пешеходные мосты, технические здания станции Одинцова, а также полоса отвода содержатся в соответствии с нормативами. Таких писем из разных инстанций у Михаила Белозуба целая коллекция. Представители РЖД в прошлый раз сказали, ну, вы вызывайте полицию, и пусть они тогда там разбираются с этим, что это за самострой тут такой и так далее. Но, как бы, они не признают, что это их, относятся к ним, и что это их свалка. Хотя любой сотрудник МБУ, кто здесь постоянно убирается, он подтверждает, что именно сотрудники, которые убираются и отвечают за эту территорию, они сваливают сюда свои мешки. В РЖД проблем не видят, а Следственный комитет России жителей услышал. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уже идет доследственная проверка. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.